Любимый урок Иннокентия Ерикова – математика. Решение уравнений или, например, вычисление площади геометрических фигур приносит восьмикласснику радость. Математика – очень точная наука. В математике важна точность, важны формулы, важна память долговременная. Восьмому А повезло. Открытый урок в рамках конкурса «Учитель года» будет по геометрии. Его проведет учитель математики с Голицынской СОЖ номер 2 Лариса Ананьева. Для нее участие в профессиональном состязании – в первую очередь возможность пообщаться с коллегами, перенять их опыт и поделиться своим. Участие в конкурсе всегда предполагает знакомство с новыми людьми, со своими коллегами, с которыми мы уже безумно сдружились. Те, кто в математике участвует в конкурсе, мы просто держимся друг за друга, поддерживаем морально, созваниваемся, делимся впечатлениями, эмоциями. Нам просто здорово. Тема урока – теорема Пифагора. Осваивать ее школьники будут в необычной форме. Сначала помогут дальнобойщикам установить связь. Для этого, правда, им придется нарисовать прямоугольный треугольник. Потом отправятся в полет. Только в этот раз учеников никто не попросит выключить смартфоны. Наоборот, все внимание на экран. Это необходимо для решения задачи. Это было очень неожиданно, потому что мы на уроках таким не пользуемся. Нам раздают другие материалы, а вот телефоны, планшеты, всякое такое нет. Смартфоны – это мои личные. Они предназначены для учебного процесса. Они без сим-карт, они без доступа к интернету. Они с заранее предустановленными приложениями, которые помогают достичь образовательных и учебных целей. И, собственно говоря, да, обязательно пользуемся. Урок завершен. Теорема Пифагора доказана. Ученики восьмого класса остались довольны. Хоть они уже и взрослые, а игровая форма подачи знаний им по-прежнему по душе. Сегодня нам преподаватель, который приехал из другой школы, который нас вообще не знал, очень понятно и доступно объяснил теорему Пифагора. Мне очень понравилось все. Все было понятно. И я надеюсь, этот учитель сможет выиграть учителя года. Открытые уроки – это второй этап профессионального конкурса. Впереди его участников ждет еще несколько испытаний. Торжественная церемония награждения лучшего учителя Одинцовского района 2019 года запланирована на февраль.